Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Не так давно, но несколько месяцев назад, на моем канале вышла серия видео по археологии и нелепостях в объяснениях археологов о том, что они нашли. Начало серии положил астраханский курган и найденные захоронения. Датировки археологи дают 2000 лет, эпоха бронзы, богатый человек захоронен, потому что там какие-то золотые украшения найдены. Далее вы мне прислали ссылки на раскопки в Ростове-на-Дону. Там захоронения, как говорит археолог Меотов, прям по улице, по центральной улице они раскапывали, прокладывали трубы и обнаружили огромнейшее количество захоронений, которые шли прям вдоль улицы Ростова-на-Дону. И тоже датировки 2000 лет. Еще были раскопки в Скове у Паганкиных палат. Также странные датировки и странные захоронения. В Нижегородском Кремле обнаружено 300 останков, а на сегодняшний день, вот уже спустя несколько месяцев, 700 останков. И это в центре города, в Кремле. И никто в этом не подозревал, что там какие-то захоронения находятся. Внизу, так сказать, под, прям под откосом, в центре Кремля. Все эти раскопки объединяло то, что найденные останки были в неподобающих для захоронения пузах. С переломанными или отсутствующими конечностями, костями, отрубленными головами. Головы как-то либо пережаты, либо наклонены, либо наоборот опрокинуты. И в одном случае археолог говорит, что это была подушечка, поэтому голова вот так вот лежит почти на подбородке, но подушка истлела. В другом случае, когда голова прокинута, эта подушка была, но она истлела, поэтому голова упала вниз. Поэтому в одном и том же случае была подушка, но вот объяснения одинаковые с этой подушкой. Она просто истлела, поэтому голова лежит то на грудине, то наоборот, запрокинута назад. Все эти захоронения находятся без одежды, но как бы одежда истлела. Они находятся в чистейших слоях глины и недалеко от земли. либо на разных уровнях от земли. То есть какие-то находятся неглубоко от земли, как в Ростове-на-Дону, да и в том же Астраханском Кургане. Какие-то более глубоко. И всё это определяют, археологи называют это захоронениями. Просто захоронения, ну как обычное захоронение, как мы подразумеваем кладбище. Вот было кладбище, люди умирают, их захоранивают. И здесь они эти находки, останки, также называют захоронениями. Да ещё если там какой-нибудь переломанный, непонятный кости лежат, возможно, животного, трудно сказать отсюда, они называют это животным, говорят, что это ритуальное захоронение какого-нибудь животного рядом с богатым человеком. То, что у него тоже кости как бы переломанные и лежат не пойми как, и сам его скелет расположен странным образом, это неважно. Ну и вот буквально там на днях мне прислали новый ролик. Это официальный канал, видео с Астраханского кургана, которого там нет, курган я имею в виду, там равнина абсолютная. Они почему-то это называют курганом. Но раз захоронение в степи, а что ещё там может быть? Конечно, курган. Я это уже показывала в предыдущих фильмах. А теперь давайте рассмотрим это видео, посмотрим своими глазами и прокомментируем археологов. Вот это видео. Астраханские курганы, богомольные пески. Вот они пошли. Стоп. Сразу видим отрубленные руки. Скелет, но рук нет у него здесь дальше, кистей и лучевой кости на одной и на другой руке. Обратите внимание, чистейшая, без примесей глина и неглубоко. Вот они раскопали один слой, это неглубоко. Сняли. Это где-то, ну, около метра, судя по росту людей. И по этим трассерам уже велась работа. Техника по слоям буквально... Нет, даже меньше метра. 15-20 сантиметров свозил этот грунт и на обнажённую почву мы начали выявлять могильные пятна. Могильные пятна это те самые мокрые, что называется, пятна. Это растворённая человеческая плоть, кровь, органы. Таких на данный момент погребений, которые были найдены, это 5 штук на данный сейчас момент, одно из которых датируется эпохе раннежелезного века и эпохе Средневековья. Раннежелезный век и эпоха Средневековья. Интересно. Это совершенно две разные эпохи. Ну, по официальной версии. Раннежелезный век это вообще древность древняя. Это до эпохи. Сейчас мы посмотрим официальную версию основной веки освоения железа на территории России в сопредельных территориях. Эпоха раннего железа на территории России в целом определяется в рамках начала первого тысячелетия до нашей эры и первой половины первого тысячелетия нашей эры. Опять-таки, около двух тысяч лет назад. Если мы здесь посмотрим на скелет, который нам показан, это что, захоронение? Посмотрите, как он лежит. И нету кистей, не проглядываются кисти. И нету лучевой части кисти другой руки, правой руки. А у левой кисти нет. И вот это, как они говорят, животное. Лишнее здесь горшок, потому что он свеженький, очищенный. Его просто положили для антуража. И обратите внимание на чистейшую глину. Ни единой примеси, вообще ничего. Ни корешка, ничего, никакого культурного слоя. Просто все в этой чистой глине. Первое захоронение, которое было найдено, относится к эпохе раннего Железного века, это сарматское время. К сожалению, полностью скелет не сохранился. Опять обратите внимание на чистую глину. Сохранился только частично? Так, полностью скелет не сохранился, говорит археолог. Сохранился только частично. Это обробок какой-то. Обробок вместе с туловищем, вместе с руками закинут сюда, вот вместе с этими костями животного. В этих слоях глины. Скелет, но довольно-таки богатый погребальный инвентарь. Часть лошади была найдена, скелет, украшенные серебряной сбруей, накладками серебряными. Бронзовые фолары были обнаружены и фрагменты некоторых железных предметов. Это ножи, какие-то наконечники, непонятный стрел, пока до реставрации трудно сказать. И лепные горшочки тоже, собственно, из того погребения. Раскопки Кургана начались с того момента, как один из местных жителей принес нам вот такой вот бронзовый. Так, я хочу обратить внимание, что то захоронение довольно глубоко в данном случае, но опять-таки в слоях чистой глины. находится вот этот обрубок человека там за спиной археолога. Котелок с армадского времени, который был выковырен трактором под копание хозяйственной ямы. Значит, трактор здесь копал и выкопал вот этот котелок. С этого, собственно говоря, начались раскопки и поиски. Мы видим, что культурного слоя, даже современного, практически нет. на этой глине при климатических условиях не образовался гумус, что называется. Его почти нет, только вот сухие травы какие-то. Видите, чистая просто глина в разрезе. Еще раз, видите, он про инвентарь говорит, а то, что это обрубок человека, брошенный, не захороненный, а просто брошенный, или как он в эту глину попал, в этот массив глины. Именно половина туловища. И здесь видно, что кости отломаны. Они даже не обрублены, они просто поломаны хаотично. Бронзовое зеркало в окислах. Также кости ритуального животного. Кости ритуального животного. Они считают, что это ритуальное животное. То, что это обрубок человеческого тела, они в упор не видят. Собственно, кости барана, которые были положены в погребение для того, чтобы в качестве зубокойной пищи данному человеку. Вы слышите, что он говорит? Вот в это погребение вот этого половины человека, у которого рука вот так вот лежит, поломанные кости, это было ритуальное животное, которое к кем-то было положено. Да и кем оно не положено. Что с этим человеком случилось, одному Богу известно. Как он оказался в этой чистейшей глине вместе с остатками тоже переломанными. Так кости не захоранивают. Когда захоранивают животное, даже если это кости животного отсюда не видно, то они и лежат как кости животного. Он лежит целиком, он сохраняется, даже если эти косточки потом со временем как бы опадают, но все равно его целостность она сохраняется. Здесь-то вообще все в кучу, просто вот эти кости в куче. Погребение датируется эпохой раннего Средневековья, примерно 6-7 век нашей эры. Так, еще одно погребение. И опять у нас тут странности с костями. Я опять не вижу кисти рук. Что-то очень непонятное со ступнями, вот с правой ступней, она как будто отсутствует. Кисти левой руки нет и не видно кисти правой руки. Под бой мы обнаружили голову лошади, мы ее расчислили, нам пришлось ее убрать. Так, а здесь видно, помимо головы лошади, может быть, там и была голова лошади, но то, что череп пробит, и человек погиб от черепно-мозговой травмы, как минимум, это очевидно. У него из погребального инвентаря практически ничего не сохранилось, только фрагменты железного ножа и, в принципе, больше ничего. Кость очень... Так, из погребального инвентаря ничего не сохранилось, естественно, ничего не сохранилось. Одежды слило, потому что никакого погребального инвентаря не было. Это тоже скелет или человек, останки человека, которые попали вот в эту месиво, в эту глину. То ли он уже до этого был убит, то ли в этой катастрофе он так погиб, что у него с руками-то происходит. Видите, нет кисти отсюда. И ступней нету. Куда все это делось? И череп пробит. В плохой сохранности практически тоже ноги не сохранились. Части рук. Он говорит, что ноги не сохранились. Да они не сохранились, потому что их нету. И части рук. Либо он бы сохранился целиком. Он же в одной среде находится. Куда они делись-то, эти части рук? Дело в том, что Астраханская область является во всех смыслах большим белым пятном на археологической карте России. Вот это самое главное, что это большое белое пятно. И дальше вот, в принципе, если бы не говорили вот этой ерунды, а говорили хотя бы то, что они видят своими глазами, вот очевидные вещи, было бы, наверное, лучше для нас всех. Я хочу обратить внимание опять на состав. Это глина, чистейшая. Не устаю говорить, откуда она взялась. Вот почему они не задаются вопросами. Вот они там кости находят. Нашли, сейчас будут потихонечку очищать. И уже вот даже отсюда проглядывается, что-то там с этим скелетом тоже непонятное творится. Это вот где подушечка как бы сгнила, и голова у него опирается на грудину. Потому что там была подушка, она сгнила. И он как бы полусиде или полулеже. Вот как его приперло чем-то, уже может быть, мертвого человека. Вот ноги у него согнуты. И складывается такое впечатление, что это такая область, населенная оседлыми, земледельцами, скотоводами. Вот складывается такое впечатление, что эта область населенная оседлыми, земледельцами, животноводами. Обратите внимание на эту фразу. Вот уже у них складывается это мнение, что здесь все-таки оседлые жители были. Даже по тем фрагментам, которые они, ну, крохи этих фрагментов, которые они говорят. Потому что мы же не знаем, что на самом деле они говорят. Это только то, что идет в эфир. То, что разрешено говорить. Хотя, в общем-то, территория наша, как вы понимаете, это степь, и основная масса населения здесь была все-таки кочевники. И вот он говорит, вы понимаете сами, что территория нашей степь и основная масса населения была кочевники. Откуда вы знаете, какое население было в среднюю эпоху, как вы говорите, или тысячу лет назад? Какая здесь степь была? Или что, за тысячу лет ничего не произошло? Степь да степь кругом осталось? Просто глина. Откуда глина появилась? Вот если бы вы копнули поглубже этой глины, даже, может быть, на несколько метров, может быть, на шесть метров, может быть, вы там что-то интересное бы нашли. Но дело в том, что они честно признаются, для них это белое пятно. Я дальше не буду комментировать, потому что вы сами можете посмотреть это видео. Ссылка будет дана в описании. Я еще раз напоминаю, что у нас остается в этом сезоне две прогулки по допотопной Москве. Это 28 сентября и 5 ноября. Это интереснейшие маршруты, где мы учимся наблюдать улики 19 века, именно большой глобальной катастрофы, следы ее. И мы показываем эти следы, то, что мы сами нашли, а люди, новички, они учатся и начинают понимать, каким образом это все происходило. Благодарю вас за внимание. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева.